Приветствую вас, и вряд ли то, что я хочу сказать вам понравится, но, тем не менее, я думаю, что лучше будет, если вы услышите это здесь и сейчас, пусть даже распримите, скорее всего, негативно, чем будете дальше двигаться по своему пути, который, может быть, и выбран вами сознательно, но, тем не менее, довольно деструктивен. Итак, первый ключевой момент заключается в том, что вы не задали свой вопрос. У вас нет вопроса. Нет запроса к психологу. Понимаете? Это, в свою очередь, на первый взгляд, не значит ничего, да? То есть, ну, вы же описали проблему свою, да? Что еще надо, казалось бы? Проблема есть. Она, эта проблема озвучена, вот. На самом деле, больше, наверное, ничего не надо. Тем не менее, это не так. Дело в том, что, когда человек не задает вопрос, когда он не спрашивает о том, что хочет получить, например, от психолога, да, от специалиста, он волен интерпретировать то, что ему скажет специалист, да? Например, моя коллега, Илья, вот. Так, как хочет он. То есть, вы можете сказать, а я, я вообще, мне не понравился, я не считаю, что вы правы, например. Или, а у меня проблемы там совсем другая, у меня совсем другого типа вообще проблемы. Понимаете? Понимаете? Вот. Что вы, что вы мне здесь, что вы, что вы мне здесь пытаетесь спарить, да? Вот. Такая история, такая история. Может быть. И я, в принципе, думаю, что отсутствие вопроса говорит о наличии у вас определенной инфантильности, определенной незрелости духовной, личностной. Именно она, эта самая духовная незрелость, приводит вас к идее ревности. Потому что ревность это страх, остаться одной, это отсутствие собственной значимости. Ну, то есть, человек, как бы, не чувствует себя значимым до конца, и из-за этого он ревнует. Также ревность это свидетельство того, что у вас отсутствуют личные границы, вы хотите, вы пытаетесь слиться с человеком. Вот. Слиться с ним до конца. То есть, вот, просто полное слияние. Вот. Ну, полное слияние, оно исключает любую, любую эмоциональную близость, а её вы боитесь эмоциональной близости. Потому что, опять же, не принимает, не принимает себя. Вот. По, эээ, ряду, эээ, причин. Вот. Ну, начинается всё с того, что вы, эээ, наше спичите, что почему-то, это вот, прямо, эээ, сетап, да, сетап. Эээ, почему-то, вы боитесь, что ваш муж вам изменить. Здесь сразу стоит оговориться. Эээ, как пришла вам эта мысль, что он вам может изменить? Что страшного в том, если он вам изменит? Эээ, что означает для вас измена? Как соотносятся измена и любимый человек? Если человек нелюбимый, как вы говорите, да? То есть, если вы считаете, что любимый человек не читает эротические рассказы, это, в общем и целом, ваше право. То есть, ваше право так думать, так считать, это вполне нормально. Но, в таком случае, позвольте, что же вы делаете с этим мужчиной до сих пор? Почему не уходит, если он, по вашему мнению, по вашему мнению, не является любимым? Вот. Ну, то есть, если он больше вас не любит. Зачем мне вы с ним? Понимаете? Согласитесь, что в некоторой степени, в некоторой степени, это, ну, достаточно двойной стандарт получается. То есть, человек вроде как нелюбимый уже, но вы пытаетесь его поменять. Он не говорит вопрос, а если вы пытаетесь его поменять, то любите ли его вы тогда? Вот, по моему мнению, да, по моему мнению, нет, потому что вы пытаетесь поменять человека, а это значит, что вы его таким, как он есть, не принимаете, а это, в свою очередь, означает, что вам он нужен для каких-то своих желаний. И вот именно ваши желания, ваши потребности и, собственно говоря, стимулирует вас на то, чтобы пытаться его изменить. И переживания у вас по этой же причине, потому что вы, значит, как-то, ну, может быть, боитесь, что ваши желания не будут удовлетворены до конца. Вот. Что, естественно, неприемлемо для, ну, для искренних отношений. Вот. Примечательно, что вы не пишете и то, что любите его, то есть вы не пишете, что любите его. Вот. Вы только говорите о том, что должен он делать, о том, как он должен себя вести, а о том, что вы его любите, вы не пишете. И это тоже вызывает, конечно, вопросы. К вам. Далее. 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 Ну, вот понятно, да, что просто осенью я была беременна, токсикоз, а только я менялась не в лучшую сторону. Вот. А изменения не в лучшую сторону, да? Они чем были вызваны? То есть, ну, если вы понимаете, что меняетесь, да, не в лучшую сторону, если у вас есть понимание этого, что, наверное, вы как-то этот процесс контролируете, как-то вы его, ну, сознаёте, то есть видите, как он протекает. И понимаете, что меняетесь не в лучшую сторону вы, а не, соответственно, человек. И у меня здесь опять же вопрос. Так, а по какой причине вы возложили на человека ответственность за свои изменения не в лучшую сторону? То есть, вы стали о себе хуже, грубо говоря, думать, думать, да, а виноват мужчина. Это называется принос ответственности. То есть, проблема у вас отвечает за это, ну, другой человек. Ну, почему так, по какой причине так, непонятно. И как это вот, ну, как это можно назвать любовью, да? Что-то, то есть, вот именно любовью. Ну, это тоже довольно затруднительно. Дальше, значит, пряно пряно вы. Ага, так, я была на восьмом месяце, увидела в телефоне, как он читает рассказы. И все, я так и остался в том дне. Ну, ничего не могу с собой поделать. Сорим с ним очень часто, я снова его в этом упрекаю. Мне кажется, я схожу с ума. Ну, вам работать, ну, или с собой. Вот. Работать со врагами, с принятием себя, с поднятием самооценки. Возможно, с определенными установками и взглядами на любовь, на отношения, на свободу и, например, личные и личные границы. Вот. Я полагаю, что вот так. Вот. Если вы не хотите, чтобы ваша семья разрушилась. Но для начала определите, что же вам все-таки нужно. Вот. Чего вы хотите? Какой запрос? Запрос какой? Мужа поменять? Не получится. Потому что муж, он, он, вот, такой, какой он есть, его вы не поменяете. Что хотите? Вот это ключевой момент. От этого уже можно будет отталкиваться. Вот. Скорее всего, скорее всего, вот вы пишите, что у нас проблемы с мужем. Это не у нас проблемы с мужем. Это у вас лея проблема. Знаете? Потому что, когда люди говорят, у нас, это опять же, у кого у нас, кто мы? Кто мы? Нет, не мы. У каждого человека своя собственная проблема. Вот ваша проблема, это ревна. Страх осознанной. Это из-за непринятия... И на непринятия себя. Вот. И обесценивания. Ну вот. Соответственно, на эту тему в этом направлении вам и нужно работать. Готов вам помочь, если вы сами этого хотите. Вот. Или вы можете выбрать любого эксперта, который вам придется по душе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.